Островший пятнистый В Европе экстракт ее использовали при гепатике и циррозе печени, а в Индии она применялась в зимопедической и народной медицине. Но особую популярность и применение чертополох молочной растровшего пятниста получили в 1968 году после исследования биологического состава в Мюнхенском институте фармацевтики. Главной составляющей растровшего пятниста является редкое биологическое активное вещество силимарин, а также в растровши были обнаружены такие микроэлементы, как цинк, селен, мед, вся группа жирорастворимых витаминов, кверцетин, флавогнаны, полиненасыщенные жирные кислоты. Всего около 200 компонентов, из-за чего она входит в состав в очень многих комплексных пищевых добавок. В результате исследований и экспериментов было доказано защитное действие, расторожившее при хроническом отравлении хлоркой, высокую эффективность при жировой дистрофии печени, при гепатитах и циррозе печени, вызываемых алкоголем, гагарственными токсинами и радиацией. На данный момент расширопшая пятнистая широко применяется при пищевых отравлениях, гронической интоксикации, алкогольной, наркотической, химической, при токсикозах у беременных, при приобретенных иммунодефицитах и спиде, сахарном диабете, оживлении, при снижении зрения, для снижения риска сердечно-судистых заболеваний, при варикозе, а также для профилактики инфарктов, инсультов и другое. Ее применяют также для очистки печени, крови и всего организма от токсина в радиации после прохождения курса химии и лучевой терапии. Молочный чертополох эффективен при отравлении одним из опаснейших грибов – бледной поганкой. Для очистки организма от токсина и при отречении поражения печени используют рецепт из отвара, расторопшись, с корнями. 2 столовых ложки измельченного семени залить 0,5 литра кипятка и настоять на ночь, принимать по 3 четвертых стакана 3 раза на день. Заосторопшись изготавливают такие препараты, как корсил, силибор, легалон. Но на практике оказалось, что лечение самой травой более эффективно и дешевле. В сечебной целью больше всего используются семена, плоды, из них делают масло и шрот, порошок. Он наиболее эффективный. А также применяют листья и корень. Из листьев делают сок из корней отвар. Сок из листьев расторопшись, пьют при запорах, колитах, легкое ослабительное, потогонное, мощегонное, желчегонное средство. Атвар корней расторопшись пятнистой используют при катарах в желудках, поносе, радикулите, судороге, задержке мочи. Очень ценится масло расторопшись пятнистой. Выжатое из семени. Она обладает ранозаживляющими, противожогами, противовоспалителями и эпидопротекторными средствами. Масло применяют как внутрь, так и наружно. Делают его холодным отжимом. Расторопшись пятнистая хорошо помогает при желтухе от раскрытия сосудов. Регулирует выработку холостерина трехлипидных фракций. Как таковы противопоказания при приеме расторопшись не зафиксированы. Но во время лечения некоторое время могут возникнуть небольшие боли в области печени. Особенно если вы раньше не принимали ее. И организм где еще не привык. При наличии камней в желчном пузыре или проходах следует назначить с малых доз. А лучше лечение проводить под наблюдением врача. Также расходятся мнения специалистов по поводу приема ее беременными женщинами. Продолжение следует...